Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. В сегодняшнем видео я расскажу вам об очень простых ошибках, которые почему-то все равно совершают трейдеры, особенно начинающие. И хотя эти ошибки настолько простые, что их очень легко исправить, это видео все равно даст возможность вашему трейдингу перейти на новый, более высокий уровень. Всего я перечислю 4 разные ошибки, исправив которые вы улучшите свои показатели в долгосрочной торговле. Поэтому погнали. Прежде всего, самая первая ошибка, которая очень распространена и не только среди новичков, это трейдинг без использования стоп-лосса. И сейчас мне многие скажут, да знаем мы о твоих стоп-лоссах. Но поверьте мне, количество людей, которые знают о стоп-лоссах и которые все равно не используют их, просто невероятное. Как бы вы ни торговали, внутри дня, неделями, волнами, ножницами, скальпингами, используйте стоп-лосс. Это защитит ваши деньги, которые скорее всего достались вам большим трудом. Где именно ставить стоп-лосс, на какой отметке это будет, решение уже за вами. Можно ставить его, например, на уровень поддержки, который располагается ниже текущего. Возможно, даже оставляя немного пространства под этим уровнем, на всякий случай. В любом случае, вопрос в том, чтобы вы все-таки поставили этот чертов стоп-лосс. К примеру, XRP очень сильно обвалился по отношению к биткоину. Я лично знаю людей, которые заходили в сделки, не ставив стоп-лоссы при этом. Когда баланс уходил в небольшой минус, они сказали, ну ладно, я немного поддержу XRP, ничего страшного. И теперь с каждого биткоина они потеряли по 0,3, по 0,4 биткоина. Ставили бы стоп-лоссы, такого убытка не было бы. Если вы не торгуете со стоп-лоссами, пожалуйста, начните это делать. Вторая ошибка. Торговля слишком большим количеством актива. Как понять, что вы торгуете, используя слишком огромную для вас сумму? Если вы сидите за компьютером или не можете оторваться от телефона, постоянно мониторя курсы, котировки, открытые сделки, если вы не можете уснуть ночью, потому что у вас есть эти открытые позиции, то вы торгуете слишком большими для вас деньгами. Лучше сделать шаг назад и торговать половину от этого количества, третью или четвертью. Я бы советовал торговать на сумму, равняющуюся 5-10% от всего вашего портфеля. К примеру, весь ваш портфель равняется 10 биткоинам. Разделите его. 1 биткоин оставьте на трейдинг, остальное в холт. Или, допустим, весь ваш портфель стоит 1 биткоин. Оставьте 1 десятую монеты для торговли. Однако не забывайте, что торговый депозит – это не сумма, которую вы можете влепить в одну сделку. Если вы влепите весь свой торговый депозит в одну сделку, а она окажется неудачной, вы будете жестоко наказаны. Торговый депозит для каждой сделки тоже нужно разделить. Насколько? Это уже индивидуально и зависит от вашей суммы. Поверьте, торгуя лишь 5-ю или 10-ю процентами от всего вашего депозита, вы будете спать здоровым сном, станете меньше беспокоиться и начнете, наконец, жить. Третья ошибка – это эмоциональный трейдинг. Да, все мы люди, а людям присущи эмоции. Когда мы видим, как наш портфель растет или падает, мы испытываем эти эмоции. Я подскажу вам, как уменьшить эмоциональную составляющую вашего трейдинга. Первое, что нужно сделать – всегда ставить цели. Перед тем, как зайти в сделку, вы должны определить, на каких отметках вы собираетесь выходить. Например, отметку, когда вы будете фиксировать прибыль. Вы купили биткоин за 7 тысяч долларов, 8 тысяч и 9 тысяч. Теперь вы должны точно указать себе цели. Скажите себе, я буду фиксировать в три этапа – на 10 тысяч долларов, 15 тысяч долларов и 20 тысяч долларов. Не нужно рассматривать приведенные мною цифры в качестве руководства к действию. Это всего лишь пример. Вы должны записать цены, по которым вы заходили в биткоин, и отметки, на которых вы хотите фиксировать прибыль для каждой своей сделки. Запишите это в блокнот или создайте таблицу на ноутбуке. Если же вы просто хотите холдить актив, переведите его в безопасное место хранения, например, на холодный аппаратный кошелек – Trezor или Ledger. И просто спрячьте его подальше и забудьте о своем кладе на 3 года. Или сколько вы там хотите холдить. Кстати, цели нужно ставить как и для прибыли, так и для убытка. Таким образом, ставя цели, вы никогда не станете жертвой жадности, надежды, эйфории, депрессии, отчаяния или страха. Например, когда курс актива растет, вы ждете и ждете, а пусть он еще вырастет, а пусть еще вырастет. В итоге курс актива резко падает, и вы ждете, когда он отскочит. Но актив продолжает падать, и вы остаетесь ни с чем. Поэтому ставьте цели, как вверху, так и внизу – прибыль и убыток. Второе, что нужно сделать, если мы уже заговорили о целях, вы обязательно должны ставить себе еще одну цель – количество сделок. Например, ты должен совершить 3 сделки в день. 3 сделки в минус или в плюс. Если в плюс – молодец, ты заработал. Если в минус – ну ничего страшного. Если ты не будешь ставить себе такие цели, ты сольешь все свои деньги. И опять же, из-за эмоций. К примеру, ты совершил 2 сделки, и твой баланс начал уходить в убыток. Ты хочешь отбить потери, но только усугубляешь ситуацию. Ты не можешь остановиться, пока не сливаешь весь свой депозит. А может, даже и кредит. Об этом мы еще поговорим в конце видео. Третье, что нужно сделать обязательно – это вывести свои деньги на карту. Очень странно звучит, но сейчас я объясню. Если вам удалось превратить одну тысячу долларов в две, то обязательно выведите тысячу долларов. Выведите себе на карту свои деньги. После того, как вы вернули свои деньги, на которые работали определенное количество времени, на рынке остается тысяча долларов, которые просто упали с воздуха. Да, в криптовалютном эквиваленте это тысяча долларов будет стоить в два раза меньше. Но поверьте, трейдить такими деньгами эмоционально намного легче, чем своими кровными. Я так делал в самом начале своего пути. И четвертая ошибка. Это то, что называется овертрейдинг. То есть переторговля, если перевести дословно. Что это такое? Многие люди хотят больше прибыли. И думают, что чем больше сигналов на графике они найдут, и чем больше откроют сделок, тем больше заработают. Это большое заблуждение, друзья. Овертрейдинг – это безжалостный убийца вашего депозита. Я бы рекомендовал совершать одну сделку в день. Лично я торгую очень редко. На протяжении полугода у меня едва насчитается штук шесть трейдов. Что значит, если вы слышите, что трейдер занимается овертрейдингом? Это значит, что такой трейдер сидит за компом целый день и пытается найти возможности для совершения сделки. Даже на тех графиках, где таких возможностей и нет. Ты просто пытаешься найти то, чего нет, чтобы заработать больше денег на рынке. И сделать это максимально быстро. Это так не работает, ребята. Когда-то у Уоррена Баффета спросили, ваша стратегия такая простая, почему же никто ее не хочет повторить? На что Уоррен Баффет ответил, что никто не хочет богатеть так долго. Все хотят разбогатеть быстро. Короче говоря, вы должны ограничить количество своих сделок. Если вы новичок, то лучше вообще одну сделку за два дня. На самом деле, вам не нужно так много сделок, как вы думаете. Овертрейдинг приведет вас к целому спектру эмоций. Желание заработать еще больше или желание отбить потери. Это прямой путь к сливу своего депозита на этом рынке. И поверьте мне, вы будете продолжать сливать свои торговые депозиты, если будете переторговывать бесцельно и эмоционально. На этом у меня все, ребята. Надеюсь, видео было для вас полезным. Ставьте лайки, если хотите больше таких роликов. А я возвращаюсь к производству видео. Теперь их снова будет много. Меня зовут Богатейший Дип. Подписывайтесь на канал, телеграмм, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Обязательно богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова